МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выражать наиболее положительные эмоции. Отсутствие даже одного зуба вызывает дискомфорт и неуверенность в себе. И мы сегодня поговорим о стоматологических проблемах. Но вначале, как всегда, посмотрим наш материал. По статистике, идеальный зубной ряд и правильный прикус имеет 1 человек из 10. Большинство же людей имеют, пусть и небольшие, но проблемы с прикусом. К счастью, сегодня проблема кривых зубов стала легко решаемой благодаря пластинам и брекет-системам. Безусловно, исправлять зубы никогда не поздно, но лучше за их положением следить с раннего детства. Ортодонты советуют наблюдаться у врача, когда ребенку исполнится 3-4 месяца. Приходить на осмотр раз в год, иначе есть вероятность, что придется обращаться к стоматологу и устанавливать специальный ортодонтический аппарат, то есть пластины. Пластинчатые аппараты применяются в основном детям с 6 до 12 лет, потому что с 6 до 12 лет из молочного прикуса переходит на постоянное. Смена зубов идет, поэтому чисто профилактически корректирует прикус. Мы применяем дневные пластинки. Пластиночные аппараты стимулируют рост челюсти и позволяют исправить положение и наклон зубов. Брекет-система оставляется только с 12 до 50 лет можно установить. Для брекет-системы, конечно, должен быть постоянный прикус, но на постоянный прикус только устанавливается брекет-система. С брекет-системами можно решить все проблемы в комплексе, но поскольку в детском возрасте активно формируются зубные корни, предпочтение дается пластинам. Они представляют собой пластмассовую пластину, покрывающую все небо. Из-за этого возникает временное нарушение дикции. В первое время такие же неудобства бывают и с брекетом. Сегодня человек с неправильным зубным рядом имеет возможность выбирать, какие брекеты ему устанавливать. Виды брекетов бывают металлические, сафировые, керамические, золотые брекеты тоже имеются. Брекеты делятся на лигатурные и безлигатурные еще. Самые современные брекеты, это самолигурующие брекеты, называется. Помимо вестибулярных, то есть внешних брекетов, существуют лингвальные, внутренние. Многие выбирают их потому, что не видно, но ортодонты их не советуют. После фиксации брекетов, это самое главное гигиена полости рта. Вот при лингвальных брекетах они плохо очищаются. Вот если плохо очищаются, конечно, там будут налеты, кариес, воспаление диоза. Цена брекет-систем зависит от материала. Обычные металлические брекеты стоят от 30 тысяч сом на обе челюсти. Лингвальные, несмотря на все минусы, стоят дороже – от 60 тысяч. Но какие бы вы не выбрали брекеты, нужно ежемесячно посещать стоматолога за контролем состояния зубов. Средний срок ношения брекетов составляет полтора года, после чего проводится профилактическая гигиена. Сегодня в гостях главный врач городской стоматологической поликлиники номер 3, заслуженный врач Кыргызской республики Нурдинов Марат Нурдинович. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы занимали патологию еще до рождения ребенка. У нас, например, раньше мы занимались с роженицами еще до родов, ходили в роддома, занимались с ними, что надо делать, как надо делать. Почему? Потому что, во-первых, чтобы не было вот этих вот проблем, надо знать причину возникновения вот этих вот патологий. А вот первая причина – это вот неправильное вскармливание, неправильное положение ребенка вовремя сна, вредные привычки, так называемые, сосание соски, сосание пальцев, неправильное положение детей вовремя сна, отсутствие носового дыхания тоже приводит к возникновению вот этих вот патологий. Вот. Ну и вскармливание. Должно быть естественное грудное вскармливание. Почему? Потому что мы все рождаемся с маленькой, недоразвитой нижней челюстью, то есть называется младенческая микрогнотия. Вот. Потом в течение года жизни оно восстанавливается, выравнивается с верхней челюстью. Вот. Вот этот вот процесс кормления приводит к развитию, росту нижней челюсти. То есть для того, чтобы захватить сосок матери, ребенок вынужден выдвигать нижнюю челюсть, и постоянные вот эти вот сосательные движения, оно стимулирует росту нижней челюсти, и к году жизни оно нормализуется. Если мы с самого начала переходим на искусственное вскармливание, вот этих вот процессов нет, и тем более у нас, мамы, какие сейчас? Больше искусственные. Нососки, да, насоски большую дурку сделали, ребенок сосательных движений не делает, вот так вот наклонил, и все, ребенок только успевает глотать, у него нижняя челюсть не развивается. Вот. Поэтому и возникает вот такая вот патология. Потом носовое дыхание, отсутствие носового дыхания, я говорю, по какой-то причине, или это искривление носовой перегородки, или это одиноидное разрастание. Носом не дышит, у нас каждый орган свою функцию должен делать. Зубы, чтобы жевать, рот, чтобы кушать, нос, чтобы дышать, глаза, чтобы видеть, тг-тг-тг. И поэтому, если у нас носового дыхания нет, ребенок ртом дышит, и вот струя воздуха, которая проходит через рот, она способствует искривлению челюсти. А вот дети, которые до двух, до трех лет сосут соски? Соску сосут тоже. Обычно мы соску даем только до года. Если с года дальше, вот постоянное держание вот этой соски, или вместо соски начинают, если отучают каким-то образом от соски, они берут палец сосут, или там что-нибудь, какой-нибудь предмет, или начинают губу сосать. И это тоже приводит к деформации. Почему? Потому что у нас, у маленьких детей, какая костная ткань? Почти хрящ. Как хрящ? Почти хрящ. И оно способствует вот постоянное давление, постоянное вот это вот, процесс вот этот постоянный сосание, и оно приводит к деформации вот этих челюстей. А могут быть какие-то генетические предрасположения? Естественно, естественно. У нас вот возникновение вот этих патологий, где-то 90-95% наследственность приводит к тоже такому же. У нас есть понятие, что вот молочные зубы все равно выпадут, их не надо лечить, вот мамы не обращают внимания, потом начинают раньше времени удалять. Это тоже приводит к возникновению вот этих патологий. Почему? Да потому что каждый молочный зуб, он для своего постоянного должен место в челюсти держать, и до своей естественной замены он там должен стоять. И вот когда раньше времени по какой-то причинам или недолечивая, или что-то удаляется, тот постоянный зуб, который пошустрее прорезался, он занимает место не свое, а чужое. И естественно, когда тот зуб появляется, там уже место занято, и он вторым или третьим рядом начинает прорезываться. Так во сколько лет нужно родителям приводить ребенка к стоматологу? Вообще-то ребенка к стоматологу надо приводить с появлением зубов. И каждые полгода нужно ли, не нужно ли? Почему? Потому что, да, потому что, ну, пришел, время много не теряешь, посмотрел, раз не нуждается, значит, все прекрасно. Если нуждается, сразу вовремя захватили. А аномалии прикуса потом, каким последствиям могут принести? Ну, аномалии прикуса, во-первых, это неправильное соотношение челюстей, да? Раз челюсты неправильно соотносятся, значит, этот человек полностью не пережевывает пищу. Почему? Потому что, когда правильный прикус, все зубы верхние и нижние соприкасаются друг с другом, и пережевывается пища, которую принимает человек 100%. А когда неправильный прикус, какая-то часть или какая-то группа зубов друг с другом не касаются из-за этого прикуса. Поэтому и, ну, процентов, в зависимости от вот этой тяжести патологии, ну, 60%, 40%, иногда 20% всего пережевывает, остальное 80% просто так глотает. Ну, и это, естественно, в свое время проводит к появлению заболеваний желудочных, чешных трактов. А, это уже последствия, да? Да, это уже последствия. Ну, и еще одна причина – косметика. Это вот больше сейчас детей беспокоится косметически. То есть неправильный прикус или выстоит нижний челюсть, или отстает нижний челюсть, или верхний челюсть, или там какая-нибудь асимметрия из-за этого неправильного прикуса. Это косметический дефект, конечно, это тоже не совсем хорошо, так сказать. Марат Нординович, а вот на сегодняшний день какие методы выравнивания прикуса существуют? Ну, сегодняшний день выравнивания прикуса в исправлении крылых зубов есть старый метод пластинками, коронками, ну, и сейчас уже брекетами начали мы исправлять. Конечно, и на брекетах можно сделать хороший зубоприкус, и на пластинке. Единственное, там и того, и другого есть и минусы, и плюсы свои. А со скольки лет брекеты нужно детям? Брекеты нужно одевать, когда полностью сформировывается постоянный прикус, это лет 14-15, вот, и когда полностью сформировался костная ткань человека. То есть, ну, тоже 14-15, а до этого времени не раньше, потому что в 10 лет, если мы одеваем, там, во-первых, не все зубы постоянные прорезываются, есть еще молочные зубы, во-вторых, к тому времени еще полностью зубы не сформироваются. Корень постоянных зубов, вот, например, передние зубы в 10 лет, колыки в 13 лет, седьмые зубы там в 14-15 лет, только полностью сформироваются. А до полного сформирования костной ткани и зубов его нельзя применять, ни в коем случае. А какие-то минусы есть для брекетов? Ну, брекеты минусы, во-первых, вот, надо ждать до полного созревания, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы одевать брекеты, мы должны эти брекеты приклеивать к зубам. То есть, эмаль зуба, эмаль зуба, ну, самая твердая костная ткань человека, которая формируется организмом, да, вырабатывается организмом, и оно абсолютно гладкое. И для того, чтобы вот брекет приклеить на поверхность зуба, протравка называется, то есть, обрабатывается кислотой, то есть, эта кислота разъедает поверхность эмали, появляется там шероховатость, и вот за счет этой шероховатости приклеивается брекет. И потом, когда лечение заканчивается, этот брекет снимается, если так остается, тогда начинает дальше портиться, потому что мы уже нарушили целость снести эмали, вот. Или же там грязь застревает, поэтому мы вынуждены после снятия брекета шлифовать, да, здоровый ткань эмаль. То есть, мы уже сознательно как бы снимаем слой эмали. А так съемных брекетов не бывает, да? Съемных брекетов не бывает, оно постоянно приклеивается. Потом брекеты тоже надо всегда применять с умом, ну, тем более еще и девочкам, девочкам. Потому что мы знаем, что девочки, они будущие мамы, они всегда, ну, дай им Бог, много детей, конечно, они делятся. Сколько детей, столько раз они своим организмом делятся. Зубами делятся, эмали свои делятся, так сказать, мышцами, кожей, дегенды. И вот раз она делится, а мы уже начинаем нарушать целостность вот этой эмали, они, конечно, естественно, быстрее портятся. Потом говорят, не зря говорят, вот, двоих троих родила, уже без зубов осталось. Правильно же? Вот. Поэтому всегда надо выбирать от того, что мы брекет применяем, какая польза, больше пользы или больше вреда. И в зависимости от того и начинает его применять. Расскажите подробнее о видах брекетов. Вот из чего они делаются? Брекеты, они, в принципе, металлические. Ну, сейчас есть уже и такие, не пластмасса, а акриловые, да, ну, чтобы не видно было этих брекетов. А так обычно металлические, нет, они наружные металлические и наружные пластиковые, вот. Ну, и есть внутренние, ну, они, в принципе, то же самое. Это говорят для таких более капризных пациентов, да? Да, да, не то, что более капризных, да, чтобы показывались не было, да. Ну, с другой стороны, сейчас, как бы, молодежь с удовольствием носит, это, как бы, модно даже с брекетом и ходить. Это хорошо, но когда, вот, на Западе было много времени назад модно, а сейчас и это не модно стало, поэтому они внутри зубов уже начинают делать. Вот срок ношения брекетов. Срок ношения в зависимости от тяжести вот этой вот патологии, на что мы одеваем. Значит, бывает полгода, бывает год, бывает полтора, два года даже иногда бывает. Зависит от тяжести. Зависит от тяжести вот этой, да, аномалии или там патологии, как она называется. Вот вы сказали, что есть брекеты, пластины для детей, да? Вот и вот давайте остановимся на пластинах. Вот в каком возрасте детям позволено их носить? Делается с четырех лет даже можно его применять. Как только ребенок сможет его носить с четырех лет, мы иногда бывает еще в садике ребенок находится, мы с тех пор начинаем заниматься. Это съемная пластинка, это такая же пластинка, как вот, например, съемный протез такого же материала, только там нет зубов. Вместо зубов разные крючки, пружинки, которые будут исправлять, или зубы кривые, или это съемный протез, съемная аппаратура. Свои тоже плюсы, свои минусы. Минусы, что вот ребенок сам может его снимать, поэтому он может снять, забыть, не носить. Или же там при родителях, при враче носить, а когда с друзьями играться, в кармане его носить. Вот, только вот такая вот минус. Ну, а так, плюсов очень много. То есть, то же самое исправляет, если все время хорошо носит. И он гигиеничен. То есть, его в любое время можно снять, хорошенько зубы прочистить, хорошенько пластинку прочистить, одеть, и никаких проблем. А вот когда брекет, там гигиена не очень хорошая. Там специальные щеточки есть, которыми надо сидеть, ковыряться между вот этими брекетами. И на брекетах вот эти вот привязанные дуга проволочная. Вот между ними всегда надо тщательно вот так вот чистить. Это, конечно, нудно. Поэтому не все так делают. И когда снимаешь брекеты, там может оказаться еще и зубы как бы испорченные. Из-за того, что там остается. А так, пластинка, пластинки разные. При ношении пластины дети не хотят носить их, потому что некоторые вызывают боли. Вот почему боли возникают? При грамотном изготовлении пластинки никаких болезненных ощущений не должно быть. Если пластинка приготовлена, изготовлена некачественно, неправильно, тогда он будет вызывать боль. Это во-первых. Во-вторых, просто само по себе ношение пластинки, ну, такое нудное дело. Все время носить во рту что-то такое инородное, это тяжело. Поэтому, ну, мы говорим, вот три дня, четыре дня подчерпеть. Когда они привыкают, они с удовольствием носятся, ну, нормально разговаривают. А первое время, вот, когда только одел пластинку, такие, ну, нехорошие ощущения, что во рту все такое тяжелое, ну, языку мало места, мешают, разговаривают, щепеляют человек. Вот. И потом, когда только начинаешь двигать зубы, вот первый день, второй день, может быть, да, есть болезненные ощущения, потому что он с места. А когда он сдвинулся, уже никаких болезненных ощущений нет. Поэтому, вот, три дня, неделя должны потерпеть, и через неделю они лучше потом с удовольствием носят, нормально разговаривают. Ну, а сейчас, дорогие телезрители, давайте подытожим. Ортодонты советуют наблюдаться у врача, когда у ребенка появились первые молочные зубы. Осмотр зубов проводить не реже одного раза в год. Пластиночные аппараты стимулируют рост челюсти и позволяют исправить положение инокон зубов. Пластиночные аппараты можно использовать детям в любом возрасте. Брекет надевают только на постоянные зубы, не раньше 12 лет. При ношении брекетов нужно ежемесячно посещать стоматолога за контролем состояния зубов. Марат Турдинович, что такое имплант? Какие виды имплантов? И для чего его устанавливают? Так, ну, имплант – это материал, который ставится в челюсти, приживается этой челюсти. Это место потерявшихся зубов. И после того, как оно проживется, на него ставятся уже зубы искусственные. Ну, бывает, как шуруп, ну, разных видов, из разного металла. Ну, чем больше благородный металл в составе этого импланта, тем лучше они держатся. То есть, тем дольше они держатся. Делают платиновые сплавы, делают золотые сплавы, ну, стальные, титановые. Вот. Они виды шурупов, пластические, пластинчатые бывают, разного. Но они тут делаются, когда при потере зубов, для того, чтобы… Вот если там один-два зуба человек потерял и не хочет мосты ставить и начинать портить рядом, для того, чтобы мостовидные протезы ставить, мы же с двух сторон зуб обтачиваем, здоровые бывают зубы. И вот, чтобы его не делать, делаются эти импланты. Или же, когда совсем уже зубов нет, и протез плохо держится съемный, делаются вот такие вот импланты. Позвольте уточнить, импланты – это, получается, металлы, которые ставятся вместо корней зубов, да? Да, да. В челюсть, в кость. А слегку потом коронкой. А потом, да, оно ставится в челюсти, а половина торчит, как зуб. Вот когда он полностью проживается в челюсти, а вот там на вот эту вот оставшуюся часть, снаружи которой выглядывается, на него ставится, но зубы, мосты или там протезы, но оно тоже не всем показано. Не всем показано. Да, противопоказано кому. Да, прежде чем ставить импланты, надо всегда смотреть состояние челюстей, состояние костной ткани. Потом нет ли общих заболеваний, нет ли сахарного диабета или там еще других общих заболеваний, костной системы. И вот после всего, там только надо, когда здоровые ткани, когда здоровая костная ткань и позволяющая высота челюстей, иногда тоже челюсти как бы рассасываются до той степени, что там даже не то, что какой-нибудь имплант, вообще ничего нельзя будет ставить. И вот в этих случаях не ставится. А вот когда все это позволяет, пожалуйста, можно ставить. А чем отличается имплант от протезирования зубов? Ну, имплант, протезирование зубов, во-первых, если это мастовидные протезы, зубы обтачиваются. Вот. Если это съемные протезы, оно съемное, да? А вот импланты для того, чтобы вот этих вот съемных протезов не носить и для того, чтобы здоровые зубы не обтачивать. Так, что вы порекомендовали? Имплант или протезирование? Они все хороши. Они все хороши. Когда здоровая костная ткань, когда состояние костной ткани позволяет, когда организм здоровый, поставили имплант, они сидят хорошо. Но когда нет такой возможности, конечно, лучше какой-нибудь другой протез применить. Или мастовидный, или же частичный съемный протез. Можно подробнее об имплантах? Вот время, допустим, заживания или вот как назвать, приживление? Это тоже приживается, тоже по-разному. Одного-двух месяцев до полугода приживается. Зависит от организма. Да, да. Есть еще одномоментное протезирование, есть двухмоментное. То есть сразу же ставится имплант, сразу же ставится зуб. Или же ставится имплант, ждут, пока он приживается, а потом на него ставится протез. А перед имплантацией какое-нибудь лечение надо провести? Нет, обычно не проводится лечение. Просто состояние, если позволяет, делается сразу. А так лечение делать для того, чтобы больше имплант держался, или там дольше имплант держался, такое он не проводится. Просто на настоящее время какое состояние, в зависимости от этого и делается имплант. Вот сколько он держится, имплант? Вот, допустим, поставили... Имплант держится от трех лет, но сейчас говорят до 25 лет, но, честно говоря, я еще не видел 25 лет. Ну, 10 лет, 8 лет. Это в среднем, да? Это в среднем, да. От трех до восьми лет оно держится, потом все равно оно выпадывает. Почему? Потому что имплант – это чужеродное для организма. Вот, когда организм проживается, и он потихонечку-потихонечку его все равно выталкивает. Имплант, он наполовину наружу торчит. А раз уже есть выход, организм в любом случае его начинает выталкивать. Но или же за три года он выталкнет, или же за восемь лет он выталкнет. И поэтому, говорю, чем благороднее металл, с чего делается имплант, тем дольше держится. Поэтому делаются вот такие вот, ну, платиновые сплавы, которые больше держатся. А вообще говорят, что это… Организм благородный металл легче принимает, чем простые металлы. А правда, что имплантация – это дорогостоящая процедура? Да, она дорогая. Ну, по ценам, конечно, сейчас разная. Если это стальная простая, ну, это где-то около 80 тысяч сомов. Если это дорогая, хорошая, ну, тысячи, полторы. Если за границей, там, до 5-10 тысяч долларов стоимость импланта. Так что это по-разному. Ну, у нас где-то в среднем 350-400 долларов. А имплантами все стоматологи занимаются? Да, имплантами занимаются врачи-имплантологи. То есть он, то есть прошел обучение, взял сертификат, вот он может и заниматься. Ну, вот есть брейкеты, есть протезирования, импланты, да, которые знают в основном, ну, большинство людей знает. Ну, есть же еще в Венере капы, о которых даже многие не слышали. Но, в принципе, они как бы не редкость. Ну, капы, это... Есть лечебные капы, которые, опять же, для исправления неправильно стоящих зубов и неправильного прикуса. Есть капы боксерские, для того, чтобы защититься от ударов, да, чтобы зуб не сломать, чтобы не вывести. Вот, ну, а венеры, это вот пластинки такие, которые восстанавливают зуб. С чего они делаются? Как они выглядят? Опять же, это композитный материал. Композитный материал, вот. Оно, вот когда зуб больше половины потерял, его восстанавливать надо, и поэтому делается для того, чтобы было разного цвета, оно выпускается, приклеивается к поверхности зубов, восстанавливает саму форму, восстанавливает вид, цвет этого зуба. Вот, из-за того, что вот кариес появился там, из-за того, чтобы... Или там сломал, удар получил. Вот, ползуба нету, и вот, чтобы его восстановить, иногда пломбировочным материалом восстанавливаем, а иногда вот венер. Венер – это хорошая вещь тоже. Венер – они съемные? Нет, они не съемные, они приклеиваются. Марат Нурдинович, спасибо, что вы пришли к нам в студию, вы дали очень много полезных советов, надеюсь, наши телезрители к ним прислушаются, ну а с вами мы еще не раз встретимся. Мы напомним, что у нас в гостях был главный врач городской стоматологической поликлиники номер 3, Нурдинов Марат Нурдинович. Спасибо вам, до свидания. Спасибо вам тоже. До свидания. Ну на этом все, дорогие телезрители. Для вас в студии работали Кулыч Бекмуннуков и Асана Джейнбекова. До следующего эфира. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин